Мы приветствуем вас из столицы Южной Африки. Спасибо, что смотрите нас из Америки, России, Африки и Европы. Сегодня будет очень особенный день. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что вы с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы еще не видели того, что видел я, волну славы. Я видел, как эта волна накрыла нашу церковь. Здравствуйте, добро пожаловать в СРС с пастором Этом Бошевым. Мы предлагаем вам посетить одну из наших церквей. Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 стих. Иисус ушел оттуда и отправился в окрестности Тира и Сидона. К нему пришла одна ханонинка из тех мест и стала рыдать. «Смелуйся, надо мною, Господи, сын Давидов. Моя дочь одержима бесами и ужасно мучается». Но он ей ничего не ответил. Вы только подумайте. Он ее игнорировал. Вежливо Иисус игнорировал ту женщину. Когда вы приходите к Богу, первое, что вы думаете, «Если бы только Бог взялся за меня и решил мою проблему». И вот приходит она. Она женщина, язычница. Она приходит к Иисусу ради своей дочери, а Иисус игнорирует ее. Тогда ученики подошли к Нему и стали просить. «Прогони ее прочь». Она все время ходит за нами и кричит. Я как-то видел такую женщину в бассейне. Она была очень назойливой. Это была назойливая женщина. Но назойливость по уважительной причине. А та была просто назойливой. Ее мужа звали Эл. Я помню это до сих пор. Она была одной из тех женщин, которые весь день сидят на одном месте и постоянно кричат «Эл!». Я до сих пор слышу этот звук в своей голове. Я подумал, ну, слава Богу, я не женат на такой женщине. Та женщина кричала ни один и ни два раза. Возможно, у нее просто такой голос, зычный. У некоторых людей он такой высокий, что его невозможно игнорировать. Все ведь понимают, о чем я, да? И вот ученики говорят, эта женщина такая назойливая. Прогони ее прочь. Она сводит нас с ума. Он сказал, я послан только к заблудшим овцам народа Израилева. Тогда женщина подошла к Иисусу и, склонившись перед ним, сказала, «Господи, помоги мне». В ответ он сказал ей, неправильно это отнимать у детей еду и бросать собакам или собачкам. Итак, Иисус игнорирует ее. Потом ученики злятся на нее, называя ее назойливой. В переводе послания сказано, «Иисус, избавься от этой сумасшедшей». Она нас достала. Но она настойчивая. Ее вера не хотела сдаваться. Теперь она на коленях и умоляет Иисуса, который сначала игнорировал ее. Он шел. Он не стоял на месте, а шел. Давайте покажем это с самого начала. Он идет и, возможно, ведет какой-то разговор. Она подходит и пытается заговорить с ним, а он просто игнорирует ее. Игнорирует и при этом идет дальше. А она идет за ним, за учениками и за всей их свитой. И она все время кричит, «Иисус, помоги мне». Иисус, моя дочь, страдает. Своим голосом она начинает раздражать их. Я говорю жене и детям. Есть тон, от которого я таю, а есть тон, от которого мне хочется бежать. Аминь. Кто-то со мной согласен? Итак, он игнорирует ее. Ученики пытаются избавиться от нее. Затем она привлекает его внимание, а он называет ее собакой. Интересно, кто из вас все еще шел бы за Мессией, целителем и освободителем, если бы изначально он игнорировал бы вас? Я пришел в церковь и пробыл там целый год. За меня никто ни разу не молился. Поэтому я пойду и найду себе другую церковь. Я помолился один раз, и Бог не ответил на мою молитву. Но эта женщина не собиралась даваться. Она приняла решение, что добьется ответа. Она получит свободу для своей дочери. Она будет продолжать стучать. Иногда нужно стучать, а потом стучать чуть громче и чуть дольше. Прикладывать чуть больше усилий. Не знаю, почему иногда Бог отвечает на наши молитвы еще до того, как мы помолились. А иногда нужно стоять и стучать, и снова долбить в дверь, просить и опять просить, пока не получим свой прорыв. Если вы знаете то, о чем я говорю, тогда вы счастливые люди. Иногда мы молимся до какого-то момента и не получаем свой прорыв, а потом говорим, может, это не воля Божия, но надо стучать и продолжать стучать, просить и продолжать просить. Прославьте Бога! Аллилуйя! Я хочу поговорить о настойчивой вере, которая двигает Бога, и о которой так часто говорит Библия. Я называю ее упрямой верой, как у бульдога. Я вцеплюсь зубами и не отпущу. Я как питбуль вцеплюсь и не отпущу. Я не уйду, чтобы вы не говорили обо мне. Можете меня игнорировать, затыкать мне рот, но я, как Вартимей, буду кричать еще громче. Я буду еще громче кричать. Иисус, Сын Давидов, смилуйся надо мной. Если у вас трудности, если вам нужно Божие вмешательства, то вскочите на ноги и закричите. Иисус, смилуйся надо мной. Иисус, Сын Давидов, смилуйся надо мной. Исцели мою дочь. Спаси моего мужа. Не сдавайся. И ты привлечешь мое внимание. Сейчас лишь первая часть представления, где я игнорирую эту женщину. Иногда все мы чувствуем, что нас игнорируют. А проблемы не исчезают мгновенно. Мы молимся, а ситуация не меняется. А потом кто-то говорит, а может, это не воля Божия. Может, ты сам в этом виноват. Неважно, кто в чем виноват. Бог ваш освободитель. Мне не важно, как вы попали в эту ситуацию, но я знаю, что Бог ваш спаситель, и Он хочет вывести вас из долины, из депрессии, из ямы, и снова поставить вас на ноги, вернуть вас место радости и мира, в Духе Святом. Аминь. Если бы я был той женщиной и увидел, как Иисус игнорирует, а Его ученики грубят, как иногда грубят мои ученики, вы выходите на молитву, а ученики очень грубые с вами. Пастор, помолитесь за меня. А Он вам в ответ. Вон уйди. Ой, тут нет любви. А где? Там была любовь. Что нужно было Иисусу? Он искал того, что можно назвать отчаянной верой. Ему нужны были не просто эмоции, а то, что больше страха и тревог. Он хотел увидеть веру. Когда она начала просить, Он хотел увидеть, что она будет настойчивой. Он хотел, чтобы она просила и стучала. Она могла сдаться в любой момент, и так ничего и не получить от Бога. 33-й Псалом, 7-й стих, говорит нам, «Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». 119-й Псалом, 1-й стих. «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня». 3-й Псалом, 5-й стих. «Глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». 2-я книга Царств, 22-я глава, 7-й стих. «И в бедствии моем возвал я Господу о помощи. Я к Богу моему возвал. Из храма своего Он голос мой услышал. Дошел до его слуха крик мой, книга Ионы, 2-я глава, 2-й стих. И помолился Иона, Господу, Богу своему, из чрева кита. И сказал, «Господу возвал я в скорби моей». Кто был причиной той ситуации, в которой оказался Иона? Он сам. Но это неважно. Неважно, по чьей вине вы оказались в той или иной ситуации. Важно то, что на небе у вас есть Отец, Который за вас, а не против вас, Который любит вас и любит помогать вам, Который хочет восстановить вашу жизнь во имя Иисуса. У вас есть Бог, Который может сделать несравненно больше всего, о чем вы просите или помышляете. Если вы верите в это, закричите «Аминь» и прославьте Господа. Иногда вам просто необходимо увеличить громкость и продолжительность своей молитвы. Не знаю почему, но иногда так надо. Иногда Бог отвечает на вашу нужду еще до вашей молитвы. А иногда? Бывает так, что молишься долго, и ничего не происходит. Вы помолились три раза, ответа нет. И тогда нужно молиться больше. Вы помолились семь раз. Семьдесят раз. По семь. Вы простили одного и того же человека. А когда вы видите его, то хотите разбить ему лицо. Знаю, у вас никогда не было таких мыслей. вы видите этого человека и думаете, «Я хочу тебя переехать. Я хочу уронить что-то тяжелое на твою глупую голову». Мысли могут приходить, но они не должны свить гнездо в вашей голове. Мы должны быть такими непримиримыми по отношению к Божьим обещаниям. Мы должны держаться за них. Каким бы сильным ни было сопротивление, какой бы темной ни была долина, иногда перед тем, как стать лучше, становится еще хуже. Но эти обстоятельства никак не влияют на Слово Божие. Думаю, ситуация этой женщины стала хуже. Вначале Иисус проигнорировал ее. Ничего страшного. Может, он меня и не заметил? Да, он немного грубоват. Но мне это очень нужно. Она продолжает кричать. Она тоже не очень вежлива. Она кричит. И не один раз. В Артемии не один раз крикнул. «Иисус, сын Давидов, смеиваются надо мною». Он снова и снова кричал. Потом окружающие стали говорить «Замолчи». А он начал кричать еще громче. «Не позволяйте людям закрывать вам рот. Не позволяйте обстоятельствам закрывать вам рот. не позволяйте жизненным трудностям мешать вашей хвале». Когда вы окажетесь в долине, пора увеличить громкость своей хвалы. Увеличьте громкость вашей хвалы. Так и поступила та женщина. Она увеличила громкость своей веры, своей молитвы. Она увеличила громкость и не сдавалась, как женщина с кровотечением, как Илья, который знал волю Божию и молился, пока на небе не появилось маленькое облачко. Он мог бы остановиться в любой момент, как и она, но она не остановилась. Она приняла решение. Решительность — это огромная сила. В книге Исаии в 62-й главе сказано так. «Не умолкайте, стражники, молитесь и напоминайте Господу о его обещаниях». Молитесь Господу, доколе он не сделает Иерусалим земной славой. Исаия 43-я глава. «Приходи, рассудим». Припомни мне. Вот приходит эта женщина. Напоминаю, она не в завете с Богом, но она умнее многих евреев, которые не знают всех своих прав по завету. В завете были обещания даже для язычников. Они могли есть крошки, падающие со стола. Речь шла о сборе урожая. Все, что не попало в снопы, язычники могли собирать и есть. Так Бог заботился даже об иностранцах. Поэтому, когда Иисус назвал ее собачкой, он не оскорблял ее. Он говорил, «Хотя ты не из этого дома, у тебя тоже есть здесь права». И она все поняла. Она не обиделась, а поняла все правильно. Неважно, кто вы и что вы сделали, каким хорошим или плохим вы были. Бог за вас. Хлеб жизни из уст Бога спасет всю вашу жизнь. Закричите, «Аминь», если вы верите в это. Иногда просто нужно продолжать стучать и пробиваться вперед, как другая женщина из Евангелия от Луки 18 главы. Иисус рассказал историю о настойчивой вере. Иисус рассказал им притчу, чтобы они знали, что надо всегда молиться и никогда не отчаиваться. Был в одном городе судья, он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. Сразу видно, хороший человек. И была в том же городе вдова, которая все время ходила за ним и говорила, «Мои права нарушаются, защитите меня». Именно этим будут заниматься женщины в ЮАР в следующем году. Мы будем защищать женщин. Мы хотим, чтобы Южная Африка стала безопасной для женщин и детей. Если вы верите в это, то встаньте на ноги и прославьте Господа. Мы сделаем Южную Африку безопасной для всех, для белых и черных. Мы уберем все насилие из нашей страны. Мы запустим кампанию. Она пойдет по всей стране в сотрудничестве с правительством сельским хозяйством и бизнесом, чтобы сделать жизнь женщин безопасной. Мы будем просить женщин бить тревогу, когда их арестовывают и эксплуатируют. В нашей культуре, если женщина не спит со своим начальником, ей не видать продвижения по службе. Мы будем искоренять это зло из общества. Мы не будем мириться с тем, что богатые насилуют бедных женщин. Мы не будем мириться с изнасилованиями любых женщин. если правительство не делает свою работу, то мы им в этом поможем. Разговоров много. А у нас все еще самый высокий уровень изнасилования в мире. не вините в этом экономику. Мужчины не должны даже думать о том, чтобы насиловать женщин. Если я вижу женщину, я должен думать, почему она здесь и как я могу ей помочь. Как я могу ее защитить? В нашей стране женщины очень уязвимы. Они все еще бесправны. Как такое возможно? Если ничего не делать с этим, то общество возьмет закон в свои руки? Я говорю об этом, потому что когда мы говорим о небесах на земле, то имеем в виду не ангелов, летающих повсюду, а о культуре небес, о справедливости, доброй воле, милости, спасении, освобождении, процветании и рабочих местах. У меня сердце обливается кровью, когда в ресторане меня обслуживают официанты со степенью магистров, потому что из-за коррупции они не могут найти работу. Это изменится, но как? Мы будем молиться и молиться, снова молиться, мы будем стучаться в двери правительства, в министерство безопасности, в министерство экономики, мы будем стучать и стучать, мы будем заявлять об этом публично, будем молиться, стучать, снова стучать, пока наши матери, дочери и внучки не смогут ходить в любом месте и чувствовать себя в безопасности, и мы не будем мириться с беззаконниками в этой стране, которые делают нашу страну небезопасной. Я говорю об этом, потому что осознаю свое влияние. Я знаю, что эта информация дойдет до многих людей. Люди в правительстве тоже смотрят нашу программу. Не будьте бессовестными, перестаньте много говорить и ничего не делать. Злостных преступников нужно выслеживать. Но мы, пожалуй, вернемся к Библии. Был в одном городе судья, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. И была в том городе вдова, которая все время ходила за ним и говорила, «Мои права нарушаются, защитите меня». Он долго не соглашался, а потом сказал себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта вдова такая назойливая, решу ее дело, а то она не оставит на мне живого места». Здесь мы также видим параллель между справедливым Богом и несправедливым судьей, на которого повлияла настойчивость. У нас в ЮАР мы знаем, что плохо, но не стучим в двери правительства. Мы требуем справедливости. Справедливости не только для чернокожих, но и для всех людей. Аминь. работа на ферме должна волновать вас так же сильно, как и сам фермер. Он говорит, поскольку она не отстает от меня. Я дам ей то, чего она хочет. Прославьте Бога на этом месте. Аминь. Восплещите ему. Вы слышали, что говорит этот бесчестный судья? Спросил Господь. Так почему же вы думаете, что Бог не мешается и не защитит своих избранников, взывающих к Нему за помощью? Разве Он не заступится за них? Я вас уверяю, Он не замедлит. Но найдет ли Сын человеческий такую настойчивую веру на земле, когда вернется? Иисус учит нас быть настойчивыми. Он учит нас узнать волю Божию и смело требовать этой воли для себя. Он учит нас приходить к престолу благодати и оставаться там. Иисус был воплощением благодати. Эта женщина-язычница не смотрела на то, что Иисус игнорировал ее. Ученики насмехались над ней, а Иисус назвал ее собачкой. Она все поняла. Он сказал, «Я пришел для потерянных овец дома Израиля, а не для собачек». И она все поняла. Мы знаем, что евреи смотрели на другие народы, как на людей второго сорта. Даже во внешнем дворе. Для язычников было место, то есть Бог всегда думал о язычниках. Кстати, Рааф из родословной Иисуса была языческой проституткой, но Бог использовал ее, чтобы войти в Иереху. Так она стала прапрапрапрабабушка Иисуса. А вот что такое благодать и милость нашего Господа? Вера дает вам доступ к Божьей благодати. Ее вера была такой настойчивой, что, несмотря на все то, что делал Иисус и другие люди, она решила для себя. Это принадлежит мне по праву. Как ребенок, который приходит к отцу и говорит, «Папа, ну ты же обещал». Мои дети научились этому очень быстро. Как только они говорили, «Папа, ну ты же обещал», я делал то, что обещал. Вы говорите, «После обеда мы пойдем в бассейн, и дети ловят вас на слове». Я быстро понял, что нельзя говорить ребенку то, что не собираешься делать, потому что это ослабляет их веру в Бога. Со временем я стал умнее, я стал думать перед тем, как говорить что-то. Иначе они говорили, «Папа, ну ты же сказал». Я уже не мог сказать, «Мы сделаем это завтра». «Нет, ты сказал, но мне что-то не хочется». «Ну, папа». Девочки смотрели на меня и говорили, «Ну, папа». А я такой, «Ну, ладно, да будет так». «А что остается делать после этого? Вы встаете, надеваете костюм и опускаете ногу в ледяную воду, несмотря на то, что на улице декабрь. Они двигают вас. Так эта женщина заставила двигаться несправедливого судью. «Все дело в настойчивости?» Неустанно молиться и просить без стеснения. Помните, Иисус рассказывал о человеке, который пришел к своему другу посреди ночи и постучал в дверь. Он сказал, что тот встал не из-за дружбы, а из-за настойчивости, потому что он не переставал стучать. Это как соседский пес, который постоянно лает и мешает вам. Он тявкает, и вы просто не можете его игнорировать. Так что вот чему учит нас сегодняшний урок. Продолжайте стучать, продолжайте просить, продолжайте искать и найдете. если проповедь, которую вы услышали, коснулась вас, и вы знаете, что вам нужно отдать свою жизнь Иисусу, произнесите эту молитву. Скажите, Отец Небесный, я прихожу к тебе и принимаю тебя как моего Господа и Спасителя. Господь, спасибо за то, что принимаешь меня таким, как я есть. Твой Сын умер за меня. Спасибо за то, что ты любишь меня и отдал за меня своего Сына. Я верю, что Он омыл все мои грехи, воскрес из мертвых и живет вечно. Сегодня я выбираю тебя и отдаю тебе мое сердце. Аминь. Какое мощное послание. Если вы хотите послушать больше проповеди пастора Эта, подпишитесь на него в социальных сетях. Нам, как церкви, хочется вам послужить. Свяжитесь с нами через наш сайт и оставьте вашу молитвенную просьбу. Это все на сегодня. С вами были я, Анжелик, и Циди Божьих Благословений. Если вас благословило это послание и вы хотите сделать финансовое пожертвование на распространение Евангелия, то воспользуйтесь информацией, которую видите на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Благословений.